Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это гайд, как поднять FPS в игре The Isle Evrima. Мы знаем, что Evrima достаточно плохо оптимизирована, и у некоторых есть дикие просадки FPS в некоторых местах, и вообще у кого-то на слабом ПК даже не получается зайти в игру. Ну а если заходит, то жутко лагает. Смотрите, я нашел, как исправить эту проблему. Хочу сразу выразить огромную благодарность подписчику Artificial Soul за решение данной проблемы. Значит, вам нужно будет ввести определенную команду, которая будет в описании под видео. Все. Вставить ее нужно будет вот сюда, в поиске вашего Windows. Это Local APP Data. То есть, вставили, заходим. Далее, мы ищем папочку под названием The Isle. Заходим сюда, жмем Save, далее идем по пути Config, Windows Client, и здесь мы находим Game User Settings, вот эту конфигурацию. Нажимаем правой кнопкой мыши, жмем Свойства, и здесь ставим галочку Чтение. Далее, мы жмем ОК. Дальше, нажимаем на этот файл, и здесь у нас выводятся вот такие вот конфигурации. Смотрите внимательно, дабы чтобы потом у вас не было никаких проблем. Сразу скажу, что данный способ рабочий, я проверил его сам. Крашев никаких не наблюдал после того, как я менял параметры. Значит, по дефолту у вас могут быть здесь разные цифры. Возможно, вот как у меня, 2.1.0. То есть, мы в корневом файле меняем настройки игры. Ну, не то чтобы настройки, а качество, так сказать, игры. В общем, здесь вам нужно будет ввести определенные цифры. Сейчас я вам их покажу. Внимательно смотрите. Если хотите, можете даже поставить сейчас на паузу. Итак, смотрим внимательно. Первое мы ставим на 0. Второе мы меняем на 3. То есть, меняем само качество игры. Далее, троечка. Все остальное, постобработку и прочее, можно выставить до 0. То есть, углубо делаем вот так. Далее, когда вы это все выставите, не нужно сразу закрывать данный блокнот, потому что вам потребуется замена файла. Ну, не то чтобы замена, а у вас сохранится второй файл, который будет также называться Game User Settings. И, в принципе, в корневом файле у вас абсолютно ничего не поменяется. То есть, когда вы все вот здесь поменяли, как у меня, просто отодвиньте вот этот вот блокнотик, и здесь Game User Settings, куда мы с вами залезали, да, с самого начала, жмем правой кнопкой мыши на него. Заходим в свойства, и теперь снимаем галочку отсюда только чтение. Нажимаем применить, окей. Далее, вот этот блокнот, где мы с вами меняли все параметры, теперь просто закрываем и сохраняем. Все. Можно теперь даже проверить, поменялись ли у вас параметры. Заходим, ищем Scalability Group, простите. И вот все наши параметры, которые мы с вами сохранили. Все. В принципе, скажу так. Тем, кто смотрел мои стримы, мои стримы постоянно проседали в некоторых местах при большом скоплении игроков. Заходило где-то FPS до 5. Сейчас стабильно 25-30, в некоторых местах до 45 держится. Как вы можете, в принципе, наблюдать. Если что-то у вас вдруг пойдет не так, я имею в виду, какие-нибудь краши начнутся или еще что-то, верните все параметры до исходного, как было изначально. То есть я советую записать. Предупрежу еще сразу, качество картинки, да, может немножко упасть, но у людей со слабым железом игрушка должна пойти на 100%. Надеюсь, я помог. Жми пальчик вверх, подписывайся на канал и, конечно же, бацай в колокольчик. Все. Хорошего выживания. Сдайл и время. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok